Сегодня я узнаю, что отечественный автопром сможет противопоставить силе гравитации Экстремальный холод Убийственное напряжение Смертельная радиация Нечеловеческие перегрузки И одна девушка Смотрите цикл документальных фильмов на канале Наука Это были последние секунды работы этого двигателя Я, конечно, очень люблю старые машины Но экспериментировать с ними я люблю еще больше Ой, кстати, у меня тормоза плохо работают Сейчас мы узнаем, что происходит с автомобилем На крышу которого падает сосулька Где мы возьмем сосульку в конце весны Но у нас есть прекрасная бригада художников-постановщиков Которые сейчас, в конце мая, делают нам настоящую зимнюю ледяную сосульку Или, как говорят в Питере, сосулю Заранее подготовленный пластиковый конус Постановщики заполнили водой В надежде на то, что жидкий азот Сможет быстро превратить ее в лед Ген, это что такое-то? Сосулька Ты сосульки хоть раз видел вообще? Да, но, видимо, проще в феврале сходить за подснежниками Чем в мае найти сосульку нормальную Илюх Ну, в общем, по мнению нашего художественного цеха Вот это сосулька Ну, это не сосулька, это сок льда Ну, как раз, он же мог упасть с крыши, правильно? Ну... Ну, что мы с ним делаем? Ну, а что, давай поднимем, да, жахнем И что нам остается? Ну, окей Ну, ты сейчас помьешь капот Не переживай Праси ничего страшного Интересно, а если я останусь в машине? Оставайся По идее, ничего не будет Попробуй Итак, оператор, кто со мной пойдет в машину? Я предлагаю объявить кастинг на новую ведущую Поднимай! Наверное, это самое безумное, на что я решался в нашей программе Ну, конечно, после того, как меня кусали собаки Бил боксер Хотя, наверное, не самое безумное Три Два Мама Э, ну вы что там, офигели что ли? Машину мне помяли всю Ну, в общем, как всегда, ожидание намного страшнее, чем... Конечно Ну и чуть-чуть по крыше не попали Ровно прям в стекло Ты снайпер, Илюх Ну, слушай Это сосулька такая Снайперская Какая-то она вообще вся, честно говоря, неправильная Давай что-нибудь поувесить Ну, например Бетонный блок Ну, можно попробовать Осторожно, крышу не поцарапай Стоп! А смотри У этой сосульки еще есть дополнительный поражающий элемент Ну, это нормально Отходим Ну что, поехали? Три Два Один Два Это была большая сосулька? Да Такая хорошая бетонная сосулька И ведь она даже не растаяла Да, это факт Слушай, ну... Что-то у меня пружины Разболтались, да? Давай попробуем Ну что, цепляем? Да! Всю жизнь мечтал вот так вот поделать Ну вот, кстати, и образовалось целое пассажирское место в этой машине Поэтому она у нас не просто упадет, а мы заодно узнаем, какую перегрузку переживает человек, ну, манекен, оказавшийся в машине, которая упадет с высоты 30 метров В качестве акселерометра мы используем такой достаточно популярный смартфон Его предоставила нам одна милая девушка Она еще не знает, чем все закончится, правда, я тоже не знаю Идея в чем, что на экране показывается перегрузка После того, как манекен окажется на земле, мы сможем извлечь этот телефон И посмотреть максимальное значение перегрузки, которое было у нас в момент удара Ну, пока оно небольшое, посмотрим, каким оно станет Ну что, пассажир готов? Автомобиль тоже готов? Все, и смартфон нашего редактора Варвары тоже готов Посмотрим, что от него останется после падения Давай, поднимай! Ой! Продолжение следует... Ну, если ты готов? Ну, я-то готов. Держи. Ключ на старт. Ну, типа того. Все готовы? Три! Два! Один! Два! Слушай, ну это Ягуар. Это Ягуар. Нет, это дагестанский тюнинг. Смотри, как заниженная подвеска. О, вот это вот плохо. Это был аккумулятор. Аккуратнее одежда. То есть, я так понимаю, что под капот даже лучше не заглядывать, да? Не, ну, заглянуть-то можно. Не, лучше... Слушай, самое главное. Слушай, не заглядывай. Смотри, автоматическое выкидывание аптечки. Телефон-то там вообще жив остался. Телефон жив. Варь, все нормально. 34 Ж. Это плохо? Это смертельно. Ну, судя по Васе, наверное, да. У него нет пульса. Он уже успел окоченеть. И ноги у него сломались. Ну, ладно, что бывает. Самое классное, это то, как мы быстро и эффектно занизили подвеску. Да. Вот в этой истории мне это нравится больше всего. То есть, в принципе, можно сказать, что подвеска прокачана. В принципе, мы можем запатентовать этот способ. И даже открыть свой автосервис, я предлагаю. Да. До 7 сантиметров клиренс. За 5 минут. По-моему, там еще меньше, кстати. С моей стороны очень похоже. Где-то побольше, где-то поменьше. Хорошо. Лежащим полицейским, конечно, будет тяжело проезжать. Впрочем, как я даже не знаю, когда вообще оттуда поедет. Слава Богу, это не наша проблема. И все-таки в своей профессии я больше всего люблю то, что мы мусорим, а убирается кто-то другой. Убирайте! По-моему, это было круто. Да. По-моему, это было круто.